В эфире мобильный репортер. Обзор событий, происшествий и курьезов, очевидцами которых стали вы. Все, что, по вашему мнению, достойно внимания, прямо сейчас на телеканале Татарстан 24. С вами Артем Захаров. Здравствуйте. В Казани загорелась дорогая иномарка. Свидетелями инцидента стали местные жители, они сняли происходящее на мобильные телефоны. Вскоре на место приехали пожарные. Очевидцы предположили, что Volkswagen Tiguan кто-то поджег. Какой пи***й, простой. Друзья, товарищи. В Казани на Оренбургском тракте столкнулось сразу несколько автомобилей. Они перекрыли большую часть проезжей части, из-за чего образовалась крупная пробка. Масштабное ДТП сняли проезжающие мимо казанцы. Один из внимательных водителей отметил, что среди поврежденных машин есть Майбах. Его стоимость превышает цены всех других машин, вместе взятых, которые попали в аварию. Остается надеяться, что у виновника ДТП, если это не сам водитель Майбаха, есть страховка. Боюсь представить, сколько стоит ремонт дорогой немецкой люксовой иномарки. Брата! Это Майбах, брата! В набережных Челнах водитель припарковал свой автомобиль в непосредственной близости к въезду в детсад и куда-то ушел. В этот момент в территории дошкольного учреждения выезжает грузовик. Вероятно, он привез продукты в детсад. Однако выехать с его территории оказалось непросто. Узкий проем между забором и близко стоящий автомобиль испытали на прочность нервы водителя грузовика. Казалось, что выехать невозможно. Либо машина зацепит припаркованную Гранту, либо столб забора. Надо приподнять эту машину, переставить. Не, он уже вон столб сдевает свою машину. Он не сможет выехать, не заедет эту машину. Сам ролик мы вынуждены ускорить. В итоге водитель все же справляется. Но представляю, сколько проклятий он мысленно направил хозяину легковушки. Ну а автор ролика призывает других водителей сначала 10 раз подумать, прежде чем бросить свой автомобиль, где попало. Надо приподнять эту машину и переставить. События, происшествия и курьезы, очевидцами которых стали вы, присылайте на наш сайт в рубрику «Мобильный репортер». И в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24». С вами был Артем Захаров. До встречи!